МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Где хотят продавать фейерверки, где стоит покупать пиротехнику? Об этом мы поговорим прямо сейчас у нас в студии эксперты. Это Артем Петров, управляющий розничной сетью Пироторг. Артем, здравствуйте. У вас, наверное, сейчас самое горящее время. И продавать нужно и к проверкам готовиться, и встречать покупателей. Как правильно это делать? Какие правила покупки существуют в пиротехнике? Ну, если мы говорим о покупателях, то, наверное, в первую очередь нужно обращать, конечно, на сроки годности изделия. То есть это такой основной показатель. И, во-первых, чисто плотности продавца, как он следит за сроками, как он вообще соблюдает законодательство. Ну и, собственно говоря, безопасность в первую очередь. Поэтому на эти вещи стоит обращать внимание. Но, опять же, хочу обратиться, хочу рассказать о местах, где можно покупать пиротехнику. Конечно, лучше делать это в специализированных магазинах. Но я не говорю сейчас о каких-то крупных гипермаркетах, лентах, магнитах и так далее. Нет, это может быть павильон, расположенный на парковке, к примеру, торгового центра. Но этот магазин должен обладать всеми необходимыми атрибутиками. Например? Ну, например, если мы говорим о безопасности, то это сертификаты. Сертификаты соответствия. Они должны быть на каждом изделии. Они должны быть на каждом магазине. То есть человек, обращаясь, собственно говоря, в магазин за покупку, он может потребовать на любое изделие сертификат. И продавец обязан им его предоставить. Как часто у вас требуют сертификаты? Ну, вы знаете, бывает. Ну, как правило, это делают... Ну, формулировка «бывает» — это говорит, что очень редко. Как правило, это делают проверяющие органы, как правило. Но есть категория потребителей, клиентов, которые просят предоставить им сертификаты. Ну, например, как какие-то крупные компании, да, там, может быть, юридические лица. Также, ну, и обычные клиенты могут попросить предоставить какой-то сертификат. То есть мы, в принципе, готовы к любому повороту событий. А они вот на ваш взгляд, как вы думаете, если, допустим, эти сертификаты, документы, которые подтверждают качество продукции, если они выставлены в зале, или их просто очень много, или, возможно, в системе зависит? Ну, конечно, да. То есть есть определенная система сертифицирования, определенный там пул документации, да, который размещен там, ну, который находится на точке продаж. Конечно, их очень много, как бы, да. То есть у нас есть сертификаты на сайте, да, размещены, но один сертификат может покрывать там несколько изделий, сразу несколько артикулов. Ну, в этом, я думаю, поможет разобраться продавец. Да, конечно, конечно. На каждом сертификате указан артикул соответствующий, то есть клиент может, там, ткнуть, грубо говоря, пальцем любое там изделие на витрине, да, и продавец может покажет. Определиться. Ну, конечно. Если говорить, кроме срока годности, на что покупателю нужно обратить внимание, вот как раз приобретая такие пиротехнические изделия? Ну, дополнительно я бы еще, наверное, посмотрел на целостность изделия. То есть как оно выглядит. Нет ли каких-то повреждений, нет ли вдавливаний, нет ли каких-то механических повреждений. Это очень важно. Почему? Потому что все-таки пиротехника – это специфический товар, и многое зависит именно от целостности упаковки, от целостности самих мортир, да, как бы, самих... Зарядов. Да. А если, допустим, это продукция, как вы говорите, да, там помятая немножко, она продается в формате оцененной, и может ли такая продукция продаваться оцененной? Ну, в принципе, даже и Мерседесы продаются оцененную в огороженном пиротехнике. Ну, не совсем сравнимо, мне кажется. Ну, смотрите, как бы, если мы не видим там каких-то физических реальных повреждений, да... Не высыпается магний, если... Ну, магний не высыпается. Это нет... Ну, то есть, грубо говоря, в батарее, да, там нет дырки, да, там сквозной там, то если замят немножко угол, если немножко что-то где-то там упаковка, сама упаковка немножко помята, здесь ничего страшного нет. То есть, любую там коробку, любое изделие можно открыть крышечку и достать, собственно говоря, сам заряд. И можно посмотреть, покрутить, повертеть. То есть, это делают, в принципе, наши продавцы, демонстрируя клиенту, собственно говоря, изделие, помимо брошюрки специальной по безопасности использования, они, конечно, демонстрируют само изделие. Они открывают крышку, они показывают, чтобы клиент видел, что есть фитиль. Красную кнопку. Да, это, кстати, тоже очень важно. Красная кнопка – это вот в виде фитиля. Вот, она показывает, как поджигать, что нужно делать и так далее. Это замечательно. Хочу напомнить нашим телезрителям, что год назад, запуская салют жителей музыкального микрорайона Краснодара, оставили без света десятки домов. Тогда петарда попала в изолятор ЛЭП. О том, где нельзя запускать салют, мы попросили рассказать Дмитрия Башкова. Это заместитель начальника управления надзорной и профилактической работы Главного управления МЧС России по краю. И хотим спросить, Дмитрий, здравствуйте для начала. Да, добрый день. Какие правила обязательно должны знать люди и выполнять, конечно же, запуская пиротехнику? Напомните нам еще раз. Ну, в первую очередь, хочу отметить, что пиротехническая продукция, это та продукция, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит процедуре обязательной сертификации. Таким образом, приобретая ее, вы в лучшем случае должны убедиться в том, что этот продукт сертифицирован. И при использовании пиротехнической продукции бутового назначения, в первую очередь, необходимо ознакомиться с инструкцией завода-изготовителя. То есть, в инструкции вписаны все манипуляции, которые необходимо соблюсти, чтобы запуск пиротехники был безопасным. Из общепринятых норм при запуске пиротехники, это выбор площадки. Ну, все зависит от, скажем так, уровня того изделия пиротехнического, которое используете. Но в любом случае его нужно закрепить. Если это коробка с салютами, выбор площадку, открытую без линий электропередач, вдали от многоквартирных домов. Ну, то есть, соблюсти вот такие противопожарные расстояния безопасные самому. При эксплуатации пиротехнической продукции не наклоняться ни в коем случае над ней. Если она не сработала, не подходить, не трусить коробку, не трясти, ну, не пытаться привести ее в действие. То есть, ну, такие элементарные достаточно вещи необходимо соблюдать. Дмитрий, скажите, а вот, допустим, ситуация, когда фитиль поджигаешь, он там вроде бы горел-горел и перестал гореть. Сколько нужно подождать и не подходить туда, чтобы понять, что не сдетонирует? Десять минут. Ага, все-таки стоит лучше набраться терпения в этой ситуации. Где нужно покупать фейерверки прежде всего? Исключительно в магазинах, которые занимаются сертифицированной продажей. Ну, это стационарные места реализации пиротехники. Не на лотках, не на рынках, на каких-то... То есть, магазин, который профильно этим вопросом занимается. Их достаточно много в Краснодарском крае. Вот, они все проходят процедуру обследования, в том числе с сотрудниками государственного пожарного надзора, либо в рамках плановых и неплановых проверок, либо в рамках комиссионных профилактических обследований. Вот, эти объекты, как правило, соответствуют требованиям пожарного запаса. Если нет, то мы делаем все, чтобы привести их в надлежащее противопожарное состояние. Спасибо вам большое, Дмитрий. Спасибо. Артем, возвращаясь к вопросу продажи, вот только что Дмитрий упомянул, то, что нужно покупать непосредственно в магазинах. Существует ли ответственность за продажу пиротехнических изделий, например, здесь, ну, там первый, второй класс, ну, третий? Ну, насколько я знаю, штрафы идут от полумиллиона рублей, поэтому... Со скольки лет можно продавать пиротехнику? Мы продаем с 18 лет. Вы как-то спрашиваете документы? Конечно, конечно, паспорт. Ну, в любом случае у нас все магазины снабжены информационными табличками, что пиротехника продается с 18 лет. Вот, поэтому, как бы, еще раз хотел бы обратить внимание родителей на то, что провести какую-то профилактическую работу, да, своими детьми, там, просить взрослых купить, там, дядю купить, там, какую-то петарду, ну, лучше не стоит. Лучше прийти с ребенком и, собственно говоря, вместе с ним выбрать, там, какую-то пиротехнику, чтобы родители были в курсе. Если ребенок захочет, он там попросит. Просто, ну, как бы, если ему запрещать, он купит ее, поверьте, но попросит он кого-то сделать это. И еще неизвестно, что там с этой петардой или еще чем-то будет. Поэтому лучше приходить с родителями, там, с папой, с мамой и покупать все, что там ребенок хочет. Какие чаще всего спрашивают изделия? То есть, хочу, чтобы было много шума или там, что-нибудь подешевле. Расскажите вот такие бы тонкости выбора. Ой, ну, понимаете, запросы в плане пиротехники, ну... Просто это довольно сложный продукт. Я сейчас поясню вам немножко, потому что даже смотря по виде ряда, который вот идет периодически у нас в эфире, там красивые красочные картинки, но пиротехника и вообще сам салют, это же все-таки эмоции, правильно? Конечно. Эмоции – это определенный момент времени. То есть, ты не можешь, покупая коробку, понять, какие у тебя будут эмоции. Хотя платишь ты за эмоции. Да, ну, смотрите, во-первых, касаемо выбора. Вы правильно заметили, что это достаточно сложный, в принципе, товар. Хотя, по сути, в процессе производственном принимают участие не очень сложные материалы. Но, тем не менее, выбрать его достаточно сложно. Когда человек заходит, допустим, в наш магазин, он видит огромное количество, собственно говоря, красивых коробочек, ярких, всевозможных. Они еще мало того, что коробочки, там же еще есть и римские свечи, и фонтаны, и конусные, и цилиндрические, все, что там выше угодно. И вот здесь важная работа именно продавца. Наши магазины, например, снабжены системой видеодемонстрации. То есть, человек может ткнуть пальчиком любое изделие, ему там его покажут, как оно будет работать. Также параллельно мы рассказываем клиентам в процессе просмотра, что это за эффекты. И также клиенты, они могут, ну, имеют обыкновение приходить и, знаете, как вот у уральских пельменей было там, вот, не нужно вот того, чтобы так, а потом вау, так вот. И, собственно говоря, продавец должен сконвертировать это, да, понять, что человеку хочет. То есть вы говорите о том, что прежде чем идти в магазин пиротехники, нужно посмотреть или подготовиться к этому. Ну, можно и не готовиться. Понять, что ты хочешь. Да, ну, конечно же, это идеальный вариант, понять, что ты хочешь, какие хотя бы эффекты. Но если там вы просто хотите какого-то праздника, там, феерии, там, то вы можете там обратиться в один из наших магазинов, и вам помогут подобрать. Здесь проблем никаких нет. Последний ценовой диапазон самых частых покупок. Ой, вот 400 рублей и до, там, миллионов. Ну, нет, нет, конечно, миллион, это уже, наверное, выше третьего класса опасности. У нас там бытовая пиротехника. Ну, есть, конечно, очень крупные батареи. Их в основном берут, ну, какие-то торжества, свадьбы там. Свадьбы, да. Как-то меняется мода на пиротехнику? Например, в прошлом году были популярны римские свечи, в этом году там фонтаны, в следующем году будет там летящая белая металлическая крыса, которая повизгивает в небе, я не знаю. Ну, вы знаете, спрос, наверное, особо не меняется, предпочтения. То есть они, как бы, имеют синусоидальную вещь. То есть, как бы, люди, конечно, в большинстве случаев хотят всего и сразу. То есть, как правило, самые популярные изделия, да, это, наверное, батареи салюты, салюты установки. То есть, грубо говоря, коробку поставил, поджег, отошел, сидишь, смотришь, все, проблем нет. Вот. Для тех, кто более такой искушенный, да, так сказать, пользователь, их, конечно, немного, но они есть. Для них, допустим, фестивальные шары подойдут, кто хочет сам поучаствовать в завтрашке. Что такое фестивальный шар? Ну, это устройство, грубо говоря, которое имеет небольшое количество зарядов. Там таймер, да? Нет, 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 нет. Это такая трубка мортира, она устанавливается. И для того, чтобы привести ее в действие, нужно заложить туда заряд, вытащить фитилек, поджечь и отойти в сторонку. То есть, один выстрел, один выстрел. То есть, грубо говоря, всего нужно пять раз таких зарядов положить. Не подряд, а один положил, подряд. То есть, почувствуй себя артиллеристом. Да, да, да. То есть, сам процесс, как бы, кому-то нравится сам процесс. Кто-то, вот, собственно говоря, любит вот эти какие вещи. Я, кстати, тоже люблю. А смеси продаете, чтобы самим определять свет, там, я не знаю? О, ну, это вышепило, да. Вышепило, да, конечно. Ну, нет, конечно. Это просто технологически сложный процесс, как многим может показаться. Это просто, можно в гараже у себя, в принципе, сделать. Но все-таки это безопасность, это, ну, определенная технология. Поэтому, ну, наверное, я не рекомендую людям дальше. Артем, скажите, вы сами запускаете Новый год в фейерверке? Да, конечно. Какие выбираете? Ну, я в основном выбираю, наверное, от 60 залпов. Ну, грубо говоря, там, полторы-две минуты и от калибра 1,2. Оцениваете, что в небе появляется? Ну, конечно, конечно. Вообще, как бы у нас есть, допустим, для наших продавцов, существуют определенные там процедуры обучения. Допустим, ежегодно мы их вывозим там на такой своеобразный отстрел, можно сказать. Они смотрят сами, как бы, да, как работают эти изделия. То есть не просто там в интернете постоял, там, покликал, а именно посмотрел вживую. И вот это очень сильно людей заряжает. У них появляются какие-то любимые батареи, которые они рекомендуют больше, там, и так далее. То же самое, как бы, и у меня, да. У меня есть там определенные любимые какие-то моменты, которые я люблю. Кто чаще всего покупает пиротехнику? Мужчины, женщины, дети, пенсионеры? Портрет самого частого вашего покупателя? Портрет, вот так, клиента. Ну, в основном, конечно, это мужчины. То есть если мы говорим о полувозрастных каких-то вещах, да, это мужчины средних лет, до 35 даже сказал, средний возраст, это 30-35 лет. Это уже люди такие достаточно состоявшиеся, но, понимаете, каждый магазин, вообще такая интересная тенденция, на каждом магазине средний человек разный. То есть в некоторых магазинах достаточно там много берут, допустим, ну, небольшие такие батареи, петарды много берут, да, то есть мелочи вот такой. Кто-то, есть магазины, где берут, да, крупные батареи. То есть, по сути, вот, ну, вот вообще, как бы, пользовательский портрет, это от 18-ти, там, до бесконечности. То есть нам и бабушки приходят, и дедушки приходят. Бабушки? И бабушки. Подарок внукам покупают? И внукам, и кротов погонять, там, котов погонять. Да вы что! Какие у нас вообще кровожадные бабушки? Ну, в общем, как бы, пиротехника, да, она имеет такой достаточно широкий диапазон использования. Вообще у нас очень интересный разговор. Хочу нашим напомнить телезрителям, что главный новогодний совет все-таки на Кубани готовит власти Краснодара в кубанской столице. О том, где можно будет увидеть праздничный фейерверк, нам рассказали представители администрации города по телефону. Давайте послушаем. По традиции город Краснодар встречает Новый год на главной городской площади, где состоится грандиозный концерт, подготовленный силами творческих коллективов Краснодарского муниципального творческого объединения «Премьера». Этот Новый год наверняка будет особым. Именно здесь, на площади, на главной городской площади, вы сможете встретить его и загадать особое для себя и своих близких родных людей желание. В 12.00 над площадью прогремит праздничный фейерверк. 535 залпов возвестят о наступлении нового 2020 года. Приглашаем вас все вместе, большой семьей города, встретить Новый год. С наступающим праздником, дорогие друзья! Спасибо большое, мы продолжаем наш разговор. Артем, если подвести итоги, самые главные, то на что нужно обратить внимание? Давайте еще раз повторим для наших телезрителей, как правильно выбрать фейерверк, чтобы не ошибиться, не разочароваться в новогоднюю ночь. Ну, если подытожить, то, конечно, это специализированные места продажи обязательно. Это не палатки, не рынки ни в коем случае. Это сертификаты соответствия, это, соответственно, наличие инструкции на русском языке и, желательно, конечно, дополнительная консультация продавцов о том, как нужно использовать, на какое расстояние отходить, что будет, как вот правильно коллега сказал, что будет, если он там пятифитиль прогорел, то есть какое время нужно выждать и так далее. Еще очень важное, ну, это, конечно, для таких очень, наверное, тоже щепетильных клиентов, как потом утилизировать, да, то есть если вдруг он прогорел, но там не... Что-то осталось, да, что-то осталось, да, то есть, как правило, это все заливают там водой на какое-то время, там, и все, что было там, и, допустим, выбрасывают. Вот, то есть это, ну, это как бы, ну, не все так делают, но так, конечно, нужно делать, потому что, не дай бог, где-то что-то там, вот, потому что выбрасывают и, собственно говоря, на помойку, которая может быть там в жилмассиве, да, то есть... Вот, и что еще? Ну, конечно, репутация продавца здесь тоже очень важна. Как бы, если магазин, конечно, встает там, ну, круглогодично находится, да, то это, конечно, здорово, да, как бы, на круглый год магазин работает, это уже показатель того, что, ну, проблем, да, никаких нет. Допустим, у нас магазины, мы там все проверки всегда проходим, и там постоянно даже клиентов имеем. Также магазины, которые размещаются на сезон, ну, как бы, такое явление тоже имеет место быть. Вот, но здесь, опять же, то есть, даже если магазин встал на сезон, там, на месяц, вы можете приобрести там продукцию, опять же, с учетом всех вышесказанных моментов, нюансов, но тоже учитывать, что она же была сертифицирована, и, конечно, желательно, чтобы у этого продавца была еще сеть магазинов, потому что, как правило, люди, покупая где-нибудь в прилавках, в палатках, покупая какую-то продукцию, да, тратят тоже, в принципе, деньги, там, те же, там, 5 тысяч рублей, это тоже деньги, да, некоторые, может, не деньги, но некоторые деньги. И, возвращаясь, 1 января, вот что-то не сработало. Уже никого не едет там. Да, никого нет, все, ну, а что, кому-то предъявишь. Ну, я думаю, мы очень подробно все рассказали, наши телезрители все это смогут выполнить. Спасибо вам большое, Артем, очень интересный получился разговор.